Чтобы подать ходатайство об оценке трудоспособности, вам необходимо зайти на сайт кассы по безработице totocassa.ee и перейти на портал самообслуживания. Чтобы подать ходатайство, нужно авторизироваться на портале самообслуживания кассы по безработице с помощью ID-карты, мобиль-ID или смарт-ID. На оценку степени трудоспособности имеют право люди с 16 лет и до наступления пенсионного возраста. Если вы хотите подать ходатайство за несовершеннолетнего ребенка или подопечного, выберите имя из списка. Если вы хотите подать ходатайство от своего имени, укажите свое имя. Несовершеннолетний ребенок или лицо с ограниченными делеспособностью также вправе подать от своего имени ходатайство об оценке трудоспособности на портале самообслуживания. В этом случае согласие родителя или опекуна будет запрошено позже. Войдя на главную страницу портала самообслуживания, выберите в меню слева «Оценка трудоспособности» и «Пособие на трудоспособность». Перед подачей ходатайства ознакомьтесь с информацией об оценке трудоспособности, «Пособие на трудоспособность» и «Определение степени тяжести недостатка здоровья». Чтобы заполнить ходатайство об оценке трудоспособности, нажмите кнопку «Подать ходатайство об оценке трудоспособности». При нажатии на эту кнопку создается запрос в информационную систему здравоохранения для получения сведений о посещении вами врача за последние 5 лет. Имя врача, специальность, учреждение и время последнего обращения. Ходатайство об оценке трудоспособности довольно объемно, поэтому запаститесь временем. Ходатайство следует заполнять спокойно, без спешки. Можно заполнить ходатайство частично и вернуться к заполнению позже. Сначала нужно выбрать предмет ходатайства. Оценка трудоспособности и пособия на трудоспособность автоматически отмечены галочкой. Если вы хотите ходатайствовать об определении степени тяжести недостатка здоровья, о пособии для лица трудоспособного возраста с недостатком здоровья или пособии для родителей с недостатком здоровья, отметьте нужное. Чтобы узнать значение того или иного варианта, наведите курсор на знак вопроса. И откроется текст с пояснением. Выберите, в какое представительство кассы по безработице вы хотите обратиться в случае возникновения вопросов. Далее приводится перечень состояний, исключающих трудоспособность и вопрос о том, наблюдается ли у вас какое-либо из указанных состояний. Состояние, исключающее трудоспособность, очень тяжелое заболевание или состояние здоровья. В этом случае ваша трудоспособность оценивается как утраченная. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с диагнозами и состояниями, приведенными далее, и отвечайте «да» только в том случае, если вы уверены, что у вас есть такое заболевание. Если у вас нет указанного ниже состояния или вы не уверены в его наличии, выберите ответ «нет». Если на вопрос о состоянии, исключающем трудоспособность, вы ответили утвердительно, вы должны выбрать, заполнять ли ходатайство в краткой форме или в полном объеме. Если вы сомневаетесь в наличии у себя состояния, исключающего трудоспособность, обязательно заполните ходатайство полностью. Если исключающая трудоспособность состояния не найдет подтверждения в ходе экспертизы, то позднее вам будет нужно заполнить ходатайство об оценке трудоспособности в полном объеме. Чтобы продолжить, нажмите «Начать ввод». Ходатайство об оценке трудоспособности состоит из 16 разделов. Разделы с 1 по 5 – это общие сведения. С 6 по 14 – основная часть, раздел 15 – условия активности для получения пособия на трудоспособность, а 16 – предварительный просмотр ходатайства. В первом разделе вам будет предложено указать свои контактные данные. В качестве адреса укажите свой правильный и точный почтовый адрес, потому что в случае установления частичной трудоспособности или полной нетрудоспособности мы вышли вам пластиковую карту, подтверждающую вашу сниженную трудоспособность. Пожалуйста, проверьте правильность указанного адреса электронной почты и номера телефона, чтобы сотрудники кассы по безработице могли связаться с вами в случае необходимости. Если вы проживаете или работаете, или проживали и работали за границей, то укажите это иностранное государство и период проживания или работы в нем. Чтобы продолжить, нажмите «Сохранить» и «Продолжить». Если какой-либо из обязательных вопросов останется без ответа, система сообщит вам об этом. Решение об оценке трудоспособности и пособие на трудоспособность всегда доступно для просмотра на портале самообслуживания кассы по безработице. Если вы выбрали также определение степени тяжести недостатка здоровья, выберите способ получения извещения об установлении степени тяжести недостатка здоровья по электронной почте, обычным или заказным письмом. Если вы ходатайствуете о получении на трудоспособность – пособие для лица трудоспособного возраста с недостатком здоровья или пособие для родителя с недостатком здоровья, укажите способ выплаты пособия. Если вы ранее получали какое-либо пособие или возмещение в кассе по безработице на свой банковский счет, то можете выбрать на расчетный счет ходатайствующего, и вам будет предложен перечень ваших расчетных счетов, известных кассе по безработице. Если ваш расчетный счет изменился, вы можете добавить новый. Если вы желаете получать как пособие на трудоспособность, так и пособие по недостатку здоровья, вам нужно ответить, хотите ли вы, чтобы эти пособия переводились на разные счета. Если вы ходатайствуете о пособии на трудоспособность, нужно ответить на вопрос, получаете ли вы пособие, пенсию или иное денежное возмещение от другого государства. Если получаете, то укажите государство, вид возмещения, сумму и период выплаты. Вы можете загрузить и приложить к ходатайству решение о назначении пособия зарубежным государством. В завершении этого этапа вы можете также загрузить и приложить к ходатайству прочие документы, например, данные о здоровье, которых нет в информационной системе здравоохранения. Этот раздел начинается с вопроса, посещали ли вы врача в течение последних шести месяцев. Ответ на этот вопрос уже предварительно заполнен на основании данных инфосистем здравоохранения. При желании вы можете внести свои изменения. Если вы не обращались ко врачу в течение последних шести месяцев, вы можете подать ходатайство, но для принятия решения кассе по безработице понадобятся последние данные о состоянии вашего здоровья. Поэтому, если вы не посещали врача в течение последних шести месяцев, обратитесь к нему при первой же возможности. В приведенную ниже таблицу внесены сведения о ваших обращениях к врачам. Таблица предварительно заполнена данными из информационной системы здравоохранения. Очень важно убедиться, что в таблицу внесены все врачи, у которых имеются данные относительно существенных расстройств здоровья для оценки вашей трудоспособности. Дополните таблицу, если вы посещали указанных врачей позже, чем указано в информационной системе здравоохранения. Для этого нажмите кнопку «Изменить» в конце строки. Обязательно укажите сведения о врачах, информация о которых не внесена в таблицу. Для этого используйте кнопку «Добавить врача», расположенную над таблицей. Касса по безработице свяжется с указанными вами врачами и попросит передать сведения в информационную систему здравоохранения. По желанию укажите специалистов, которые при необходимости могли бы предоставить дополнительные сведения о ваших ограничениях деятельности. Такими специалистами могут быть физиотерапевт, эрготерапевт, психолог, логопед, специальный педагог или социальный работник. Проводящий экспертизу поставщик медицинской услуги не обязан связываться с указанными вами специалистами, но может при необходимости уточнить у них информацию о состоянии вашего здоровья. В этом разделе отображаются сведения о вашей трудовой деятельности за последние пять лет по данным регистра трудовой занятости. Кассе по безработице доступно также сведения о вашей деятельности в качестве члена правления или индивидуального предпринимателя. Опишите, пожалуйста, проблемы, связанные с вашей работой. Если на нынешнем месте работы из-за проблем со здоровьем у вас возникают трудности с выполнением рабочих обязанностей, опишите их. Если какие-либо ваши предыдущие трудовые отношения были прекращены в связи с проблемами со здоровьем, опишите причины. Эти вопросы не являются обязательными, поэтому если вы не работаете, никогда не работали или учитесь, вы можете пропустить их и двигаться дальше. В этом разделе задаются вопросы о посторонней помощи, реабилитации и социальных услугах. Если вы пользуетесь посторонней помощью в повседневной деятельности, нужно также уточнить, это для каждого вида деятельности в основной части ходатайства. В данном разделе просто укажите, пользуетесь ли вы посторонней помощью. Если вы в течение последних трех лет пользовались услугой социальной реабилитации, предоставляемой через Департамент социального страхования, можете загрузить план реабилитации. Кассе по безработице доступны сведения о профессиональной реабилитации. В пункте «Социальные услуги» укажите, пользуетесь ли вы, например, услугой общего ухода, услугами социального транспорта, услугами опорного лица, услугами личного помощника или другими социальными услугами, предоставляемыми местным самоуправлением. Мы переходим к основным вопросам, необходимым для оценки трудоспособности. Здесь вы можете описать ограничения, препятствующие вашей деятельности, отвезти на вопросы и оценить степень серьезности ограничений. Ограничения деятельности – это трудности, с которыми вы сталкиваетесь при выполнении повседневных дел, мешающие, например, подниматься по лестнице, одеваться, работать руками, взаимодействовать с другими людьми и т.д. Выполнение действий без усилий означает, что вы можете выполнять данное действие безопасно, многократно и без чрезмерного напряжения. Ваша собственная оценка ограничений деятельности при оценке трудоспособности очень важна. Описывая ограничения, опишите как можно точнее их характер, возникновение, чистоту и степень их проявления. Прежде чем вы начнете заполнение, мы хотели бы напомнить, что при оценке трудоспособности применяются два важных принципа. Ваша трудоспособность оценивается в сочетании с лечением и вспомогательными средствами. Перечень наиболее используемых в конкретной области вспомогательных средств приводится перед каждым разделом. Если вы не можете использовать рекомендованное или выписанное вам вспомогательное средство, опишите причины, по которым вы не пользуетесь вспомогательным средством. Например, изменились размеры тела, вспомогательное средство стало мало, натирает, либо состояние вашего здоровья изменилось и т.д. В этом случае будет дана оценка степени вашей трудоспособности без использования вспомогательного средства. Оценка в сочетании с лечением означает, что лечение было назначено для компенсации вашего состояния, и вы соблюдаете схему лечения и прописания врача. Если у вас возникают ограничения при приеме лекарств, опишите их в соответствующих разделах. Если вам прописали лекарства и вы их принимаете, но они вызывают побочные эффекты, например, головокружение, изжога и прочие признаки ухудшения самочувствия, следует указать и описать это в ответе на вопрос номер 8. Напомним, что основная часть ходатайства об оценке трудоспособности состоит из семи частей. В первых четырех вы можете описать физические, а в последних трех – умственные ограничения. Часть, посвященная оценке физических и умственных способностей, начинается с общего вопроса о вашем желании. Пожалуйста, подумайте, достаточно ли у вас энергии для повседневной деятельности, возникает ли жажда деятельности, если у вас есть желание жить семейной жизнью, общаться с друзьями и знакомыми, удовлетворены ли вы своими повседневным самочувствием и смотрите ли в будущее с надеждой. Более подробное описание ваших ограничений должно быть приведено в разделах, посвященных конкретным нарушениям здоровья. Отвечая же на данный вопрос, пожалуйста, ограничьтесь основной и как можно более краткой и конкретной информацией о воле и жизненной силе, необходимых для того, чтобы справляться с повседневной жизнью. В каждом разделе предлагаются два-три вопроса с несколькими вариантами ответов. Ответы могут носить содержательный характер, например, могу пройти 50 метров или представлять собой перечень уровень сложностей. Выберите ответ, который лучше всего описывает степень ваших ограничений. С небольшими трудностями, с умеренными трудностями, с большими трудностями, почти невозможно и нет. Обратите внимание, что согласно методике оценки степень и тяжести ограничений означают следующее. Вариант ответа с небольшими трудностями означает, что ограничение существенно не мешает в повседневной жизни или в течение последних 30 дней проявлялось в единичных случаях. Вариант ответа с умеренными трудностями означает, что ограничение часто мешает повседневной жизни, действия явно труднее выполнять, чем человеку, не имеющему проблем со здоровьем. Вариант ответа с большими трудностями, почти невозможно, означает, что ограничение существенно мешает повседневной жизни человека, возникает очень часто или постоянно. Деятельность почти невозможная или, возможно, с посторонней помощью. Вариант ответа «нет» означает, что ограничение постоянно мешает и препятствует повседневной жизни человека. Деятельность невозможна даже при наличии посторонней помощи. Вариант ответа «моя способность может меняться» выбирайте в том случае, если вы иногда можете, а иногда не можете выполнять данную деятельность, например, из-за периодического обострения заболевания. Опишите как можно точнее так называемые хорошие и плохие дни. Также уточните частоту проявления ограничений. Вы должны всегда уточнять выбранный вами ответ. Уточнением может служить описание характера ограничения, например, диарея сопровождается тошнотой, чистоты его возникновения, например, онемение рук каждое утро, продолжительности, например, беспокойство и страх обычно длятся несколько дней характера и выраженности боли, например, боль ползет вниз по спине, ощущение такое, будто вся нога горит. В конце каждой части имеется дополнительный вопрос о других трудностях в данной сфере, например, 1.4 иные ограничения, связанные с передвижением. Где вы можете описать трудности и ограничения, которые, по мнению ходатестующего, не были упомянуты в вопросах, касающихся указанных видов деятельности? Отвечая на этот вопрос, имейте в виду, что нет необходимости повторять здесь ограничения или обстоятельства, которые уже были описаны в пояснениях к предыдущим вопросам. Если вы не можете добавить никакой дополнительной или новой информации, оставьте этот вопрос без ответа. В этой части спрашивается о том, как вы можете передвигаться, ходить по лестницам, преодолевая препятствия, сохранять или менять положение тела, стоя или сидя. Ограничения движений могут быть вызваны заболеваниями головного мозга, травмами спинного мозга, прогрессирующими заболеваниями нервной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями позвоночника, заболеваниями тазобедренных или коленных суставов, повреждениями мышц или других мягких тканей, диабетом, синдромом иммунодефицита и т.д. Если для передвижения, нахождение в положении стоя или сидя вы пользуетесь вспомогательными средствами, либо помощью другого человека, то укажите это рядом с соответствующим действием. Вспомогательными средствами для передвижения могут быть протезы нижних конечностей, инвалидные коляски, электрические и с ручным управлением, костыли, палки для ходьбы, рамы для ходьбы, автомобили с адаптированным управлением, двух- и трехколесные мопеды, адаптированные велосипеды, в том числе с мотором, оборудование для перемещения и смены положения тела, например, доски для пересадки, подъемники пандуса, тактильные и белые трости, собака-поводырь, поддерживающие артозы для рук, ног, спины или шеи и другие. Под передвижением подразумевается преодоление какого-либо расстояния в обычном темпе на одноуровневой поверхности. Под передвижением на разноуровневых поверхностях подразумевается ходьба по неровной поверхности, преодоление препятствий и ходьба по лестницам. Выберите ответ «да» или «нет», но утверждение «могу без трудностей передвигаться и ходить по лестнице». Пожалуйста, сравните себя со своим другом, членом семьи или коллегой, не имеющим проблем с передвижением. Поспеваете ли вы за его шагом? Были ли случаи, когда ваш спутник должен был останавливаться и ждать вас? Испытываете ли вы одышку или стеснение в груди при движении в обычном темпе? Вы замечали, что сильно потеете, преодолевая даже короткие расстояния. О передвижении без трудностей можно говорить, если вы не наблюдаете боли, слабости, усталости, нехватки воздуха, одышки, головокружения, потери равновесия и прочего. Если вы ответили «нет», откроется дополнительный вопрос ключевой темы. Какое расстояние вы можете преодолеть без боли, слабости, усталости, головокружения, нехватки воздуха или нарушения равновесия? Выберите вариант ответа, затем уточните выбранный ответ в отведенном для этого поле. Если вы используете вспомогательное средство, то опишите, какое и как. Если вы не можете использовать рекомендованное или выписанное вам вспомогательное средство, опишите, по какой причине. Если при преодолении указанного расстояния возникает боль, укажите в поле для дополнительной информации, где именно возникает боль и какова ее интенсивность. Оценка боли в значительной степени основана на индивидуальной чувствительности человека. Поэтому следует оценить, считаете ли вы испытываемую боль легкой, умеренной, сильной, невыносимой. А также отметить, когда возникает боль, как долго она длится и так далее. Если вы можете определить характер боли, это будет также полезной информацией для врача-эксперта. Боль может быть, например, иррадирующей, резкой, пульсирующей, тупой, тянущей, острой, перемежающейся и так далее. Также укажите необходимость перерывов для отдыха. Нужно ли вам останавливаться на время, чтобы перевести дыхание, или вам приходится долго стоять или сидеть, прежде чем вы снова сможете преодолеть такое же расстояние. Вопрос, можете ли вы передвигаться по лестницам и при необходимости преодолевать препятствия, например, пороги, бордюры и другое. Предполагается, что при передвижении по лестнице вы будете поочередно ступать левой и правой ногой, как человек, не имеющий проблем со здоровьем. Если вы, например, ступаете по лестнице левой ногой, а затем приставляете к ней правую ногу, то нельзя говорить о передвижении по лестнице без ограничений. Человек, использующий инвалидное кресло, которому помогают подняться по лестнице вместе с инвалидным креслом, не сможет передвигаться по лестнице без посторонней помощи, поэтому он полностью ограничен в этом виде деятельности. Выберите вариант ответа, описывающий степень ограничения деятельности, и уточните его в соответствующем поле. Описать ограничения помогут следующие вопросы. У вас возникают боли в спине или ногах при передвижении по неровной местности или по лестнице. Как часто у вас возникают боли в спине или ногах? Если боль возникла, усиливается ли она при каких-либо обстоятельствах или в какое-то определенное время? Усиливается ли боль при совершении каких-либо действий? Вы спотыкаетесь, например, при пересечении бордюров? Наблюдается ли хромота? Вы испытываете боль в груди, одышку, повышение потоотделения при подъеме на лестнице? Как погодные и дорожные уступы влияют на ваше передвижение по разным поверхностям? Используете ли вы какие-либо вспомогательные средства или посторонняя помощь при подъеме по лестнице или передвижении по неровной местности? Какая помощь вам нужна? Под безопасным передвижением подразумевается передвижение в желаемое место в течение разумного времени, без трудностей и опасностей, например, без потери равновесия, падений и головокружения. Здесь подразумевается безопасное передвижение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также при нарушениях зрения и слуха. Безопасному передвижению могут препятствовать снижение зрительной функции, сокращение поля зрения, потеря полей зрения, ограничение передвижения вне дома из-за потери слуха, шум в ушах, головокружение, ограниченная подвижность шейного отдела позвоночника, что не позволяет человеку поворачивать голову и ограничивать его поле зрения. Выберите ответ «Да» или «Нет», но в утверждении «Могу безопасно передвигаться в помещениях и на улице». Если вы ответили «Нет», откроется дополнительный вопрос ключевой темы. Можете ли вы безопасно передвигаться на улице, в том числе в тех местах, где вы раньше не бывали? Выберите вариант ответа, напишите уточнение в отведенном для этого поле. Вопрос «Можете ли вы безопасно передвигаться в помещениях, в том числе в помещениях, где вы раньше не бывали?» Выберите вариант ответа, напишите уточнение в отведенном для этого поле. В уточнении трудностей, которые мешают вам безопасно передвигаться, помогут следующие вопросы. Бывали ли у вас головокружения или падения при передвижении на улице? Вы теряли равновесие или падали, потому что не видели препятствия на улице? Приходилось ли вам просить о помощи на улице, потому что вы не можете ясно слышать или видеть окружающие предметы, в том числе движущиеся объекты, например, автомобили? Какими вы видите неподвижные или движущиеся объекты, например, автомобили на улице? Имеют ли они четкие очертания? Можете ли вы видеть происходящее вокруг, не поворачивая головы? Имеются ли у вас проблемы со зрением при ярком дневном свете, в сумерках, в темноте? Вам трудно слышать шум дорожного движения на расстоянии? Бывали ли у вас головокружения при передвижении вне дома? Как часто вы чувствовали, что вам нужна помощь при передвижении вне дома? В чем состоит потребность в помощи? Подстоянием подразумевается нахождение на одном месте, при необходимости с использованием вспомогательного средства или какой-либо другой опоры, например, стол или стул. Помощь другого человека здесь учитывать нельзя. Подсидением подразумевается нахождение в сидячем положении на стуле без подлокотников. Положение сидя и стоя можно чередовать, то есть после положения стоя посидеть 2-3 минуты и наоборот. Под изменением положения тела подразумевается переход от одного положения тела к другому. Такие действия, как встать со стула, лечь в постель, опуститься на колени или присесть, встать, наклониться и прочие подобные телодвижения. Ответьте на утверждение. Могу без трудностей и проявлений боли сохранять и менять положение тела. Если вы ответили нет, откроются вопросы ключевой темы. Можете ли вы стоять или сидеть на одном месте, не чувствуя боли или усталости? Можете ли вы чередовать положение тела, например, вставать, садиться на стул, наклоняться и т.д.? Выберите вариант ответов. Уточните выбранные ответы в отведенных для этого полях. Уточнить ограничения помогут следующие вопросы. Возникают ли у вас какие-либо трудности при вставании из положения сидя, например, боль? Испытывали ли вы боль, головокружение, слабость, необходимо сменить положение тела из-за дискомфорта при состоянии, при пребывании в сидячем положении в течение длительного времени, например, больше 30 минут? В какой части тела или какие проблемы возникают, когда приходится долго сидеть или стоять? Как часто вы испытываете боль? Как долго она длится? Есть ли какие-либо действия, при выполнении которых боль усиливается? Когда и как скоро проходит боль? Как бы вы описали боль? Ирадирующая, резкая, пульсирующая, тупая, тянущая и т.д.? Трудно ли вам наклоняться или приседать? И как это проявляется? Пожалуйста, не повторяйте ограничения, описанные выше, а заполните поле только в том случае, если у вас имеются трудности с передвижением, которые вы не смогли указать в предыдущих ответах. В этой части спрашиваются, можете ли вы вытянуть руки на уровне плеч или над головой, захватывать и перемещать большие, но легкие предметы, а также выполнять пальцами точные движения. Исходите из того обстоятельства, что если действуя одной рукой, вам приходится поддерживать ее другой рукой, нельзя говорить о действии без ограничений. Причиной ограничения в движении рук могут быть заболевания головного мозга, травма позвоночника или заболевания мышечного аппарата, вызывающие сколонность суставов, тремор, неловкость движения рук или же частичные или полные ампутации рук или пальцев, травмы или связанные с работой перегрузки, напряжение мышц шеи, туннельный синдром, локоть теннисиста, защемление нерва, вывих и т.д., при которых движение рук болезненно или затруднено. Если вы пользуетесь вспомогательными средствами или помощью другого человека, то укажите это рядом с соответствующим действием. Вспомогательными средствами для действий руками могут быть, например, протезы верхних конечностей или рук, роботизированная рука, захваты, поддерживающие артозы для верхних конечностей, кистей рук и пальцев, компьютерные клавиатуры и или мыши специального назначения. В начале раздела о движении рук нужно указать ведущую руку. Выберите вариант ответа. Вы левша, правша или не можете определить. Используйте неопределенный вариант ответа, если ограничения движения рук не позволяют определить ведущую руку. Например, если у вас наблюдается состояние, связанное с нарушением здоровья, которое позволяет вам совершать действия, которые обычно выполняются руками, только пользуясь другими частями тела, например, ногами. Под выпрямлением рук подразумевается вытягивание рук на разную высоту, сгибание рук в плечевом и локтевом суставах, включая способность дотянуться до какого-либо предмета или бросить его. О выпрямлении рук без ограничений можно говорить, если при движении от плеча не возникают боли, слабости, ограничения движения и так далее. Ответьте на утверждение «Могу без трудностей поднимать руки вверх». Если вы ответили «Нет», откроется следующий вопрос. Можете ли вы поднимать руку настолько высоко, чтобы, например, взять с полки какой-либо предмет? Выберите вариант ответа и напишите уточнение в отведенном для этого поле. Уточнить ограничения помогут следующие вопросы. Можете ли вы поднять обе руки на одинаковую высоту? Можете ли вы поднять руки до уровня плеча выше? Что мешает вам поднять обе руки на одинаковую высоту? Где в руках, плечевых, локтевых суставах возникают боль или затруднения? Как часто вы испытываете боль при поднятии рук? Как бы вы описали боль? Ирадирующая, резкая, пульсирующая, тупая и так далее. Можете ли вы с легкостью доставить посуду с кухонных полок? Можете ли вы мыть окна в своей квартире, доме? Можете ли вы при необходимости поменять дома лампочку в потолочном светильнике? Под перемещением предметов подразумевается их захват двумя руками и перемещение их в желаемое место на высоте талии с одной стороны на другую. Ответьте на утверждение. Могу без трудностей перемещать предметы руками. В данном разделе описывается сила рук, подвижность плечевых, локтевых и запястных суставов, а также взаимодействие обоих рук. Также описано ограничение, обусловленное чувствительностью рук к прикосновениям боли и температуре. Предполагается, что относительно легкие предметы захватываются обеими руками и перемещаются примерно на высоте талии, а не поднимаются с поверхности пола. Здесь также описываются трудности с отталкиванием и подтягиванием предметов с помощью рук, которые выполняются не ниже высоты талии. При выборе ответа «нет» открываются вопросы темы. Можете ли вы поднять или переместить литровый сосуд с жидкостью? Можете ли вы без трудности поднимать и перемещать большой и легкий предмет, например, подушку или пустую картонную коробку? Выберите варианты ответов, уточните выбранные ответы в отведенных для этого полях. Уточнить ограничения данного вида деятельности помогут следующие вопросы. Когда вы готовите дома, можете ли вы самостоятельно поставить кастрюли и сковороды на плиту и убрать их? Возникают ли затруднения, когда вы наливаете сок или молоко из упаковки в стакан? Можете ли вы в магазине с легкостью переместить выбранные товары в корзину и выложить их на кассе? Что мешает вам захватывать и перемещать предметы руками? Испытываете ли вы боль, тремор, неуклюжесть движений, а не менее в руках? Если да, то где конкретно? Влияет ли боль в шее на перемещение предметов руками? Как бы вы описали боль? Ирридирующая, резкая, пульсирующая, тупая и т.д. Есть ли какие-либо действия, при выполнении которых возникают или усиливается боль или затруднения? Подловкостью рук подразумевается подвижность и сила пальцев и запястья, способность поворачивать запястья внутрь и наружу, а также точные движения рук и пальцев, такие как захват, удержание, перебирание пальцами мелких предметов. Под точными движениями рук понимается способность совершения действий, для которых нужно прикасаться к предметам, брать их в руки, пользоваться ими и выпускать их из рук. С помощью кистей рук, пальцев и большого пальца, а также способность перемещать, удерживать и перебирать мелкие предметы. Важно указать наличие тремора рук и уточнить, как часто при выполнении каких-либо действий он возникает. Поскольку тема достаточно обширна, опишите как можно точнее затруднения, возникающие при пользовании пальцами и кистями рук, а также снижение способности пользования обоими руками одновременно, если таковое наблюдается. Ответьте на утверждение «Могу без трудностей пользоваться руками и пальцами». Если вы ответили «Нет», откроется следующий вопрос. Вы можете пользоваться руками и пальцами. Выберите вариант ответа и уточните его в отведенном для этого поле. Описать ограничения помогут следующие вопросы. Наблюдаются ли у вас различия между левой и правой рукой при пользовании кистями и пальцами? Если да, то какие? Болят ли ваши руки или пальцы? Руки утрачивают ловкость? Предметы не удерживаются в руке? Как часто и как долго в кистях, рук или пальцах возникает боль, неловкость движений, тремор и прочие затруднения? По вашей оценке, насколько сильно дрожат ваши руки? Какие рабочие задания или домашние дела остаются невыполненными из-за ограничений в движениях кисти рук или пальцев? Ваши пальцы периодически опухают, немеют или слабеют? У вас бывают судороги в пальцах? Когда и при выполнении каких действий? Есть ли деятельность, которую вы не можете выполнять вообще и при выполнении которой усиливается боль или другие затруднения? Можете ли вы пользоваться банковской картой или доставать в магазине наличные из кошелька? Пожалуйста, не повторять ограничения, описанные выше, а заполните поля только в том случае, если у вас имеются трудности с движением рук, которые вы не смогли указать в предыдущих ответах. В этой части спрашивается, можете ли вы общаться, учитывая свои возможности зрения, слуха и речи, а также способность передавать и принимать информацию. Если вы пользуетесь при общении с помогательными средствами или помощью другого человека, то укажите это рядом с соответствующим действием. Если вам было назначено средство для облегчения общения, но по какой-то причине вы не можете его использовать, например, у человека с потерей слуха могут возникнуть периодические воспаления слухового прохода, когда слуховой аппарат использовать нельзя, то опишите частоту и длительность таких периодов. Если такие периоды заставляют вас чувствовать, что вы полностью отрезаны от сигнала из внешнего мира, упомяните об этом. Кроме того, укажите периоды, когда, например, слуховой аппарат находится в ремонте. Напишите, есть ли у вас устройство на замену на этот период, или вы полностью зависите от чтения по губам или же использования языка жестов. Вспомогательными средствами для общения могут быть, например, очки, лупы, телевизоры для чтения, увеличивающие видео или другие системы, тактильные материалы, слуховые аппараты, имплантируемые слуховые аппараты, слуховые очки, усилители звука, электронные вспомогательные средства для общения, например, аппараты для общения, альтернативные вспомогательные средства для коммуникации, например, коммуникаторы и другое. Наиболее распространенными проблемами зрения, вызванными заболевания глаз, являются снижение остроты и или же контрастности зрения, двойние в глазах, сужение поля зрения, размытые зрения, снижение остроты зрения вдали и вблизи, черные точки в поле зрения. Близорукость и дальнозуркость обычно компенсируются очками. В этом случае врач-эксперт считает, что ограничения компенсируются вспомогательным средством. Наиболее распространенными проблемами слуха, вызванными заболеваниями уха, являются снижение остроты слуха, глухота, потеря слуха, нарушение различения звуков, тугоухость, шум в ушах. Наиболее распространенными нарушениями речи являются нарушение произношения, нарушение голоса, нарушение глотания, нарушение речевого потока, например, заикания, возрастные нарушения речи, неврологические нарушения речи. Подумайте о своей способности общаться с друзьями, коллегами или близкими, об общении по телефону и в социальных сетях, о пользовании услугами в общественных местах, где необходимо самовыражение, об обращениях за помощью к незнакомым людям, выраженных в устной или же письменной форме и т.д. К самовыражению в письменной форме можно отнести, например, заполнение анкет, платежных поручений, подачу заявлений, написание жалоб или объявлений и написание писем. Пожалуйста, не описывайте здесь трудности обмена информацией из-за психического расстройства или умственной отсталости, коммуникационный барьер из-за отсутствия языковых навыков или затруднения в общении из-за проблем с психическим здоровьем. Таких, как, например, страх пойти на контакт. Эти ограничения вы можете описать в части номер 7, посвященной общению. Под передачей информации подразумевается общение посредством речи и письма. Информацию можно передавать в том числе с помощью языка жестов, набора печатного текста и прочих средств. Здесь описывается способность к самовыражению в общении с другими людьми. То есть способность выражать себя понятным для окружающих образом с помощью передачи различных сообщений, использования речи, а также способность к самовыражению в письменной форме, на языке знаков и символов или с помощью вспомогательных средств или средств коммуникации. Если у вас наблюдается снижение остроты зрения, подумайте, проходили ли вы обследование поля зрения у офтальмолога и можно ли найти результаты обследования в информационной системе здравоохранения. Ответьте на утверждение. Могу без трудностей общаться с другими людьми устно и письменно. Если вы ответили нет, откроется следующий вопрос. Можете ли вы передавать другому человеку простую информацию? Выберите вариант ответа и напишите уточнение в отведенном для этого поле. Уточнить ограничения речи помогут следующие вопросы. Наблюдаются ли у вас нарушения произношения, например, при произнесении одного или нескольких звуков? Ваш рот постоянно открыт? Вы дышите ртом, из-за чего речь становится нечеткой или непонятной для окружающих? Наблюдается ли у вас спутанность в содержании речи, при том, что вы можете четко произносить все звуки? Наблюдается ли у вас гнусавость? Делает ли она вашу речь нечеткой в целом? Уточнить ограничения зрения помогут следующие вопросы. У вас возникают проблемы со зрением при слабом освещении или при разглядывании двирующихся объектов? Наблюдается ли у вас сужение поля зрения, неравномерное поле зрения, более темные участки в поле зрения? Есть ли у вас проблемы с развлечением очертаний, форм и деталей? Трудно ли разглядеть контрастные контуры и отличить объекты друг от друга? Ваши глаза с трудом приспосабливаются к изменению уровня освещенности? Возникали ли у вас трудности с оценкой расстояния или дистанции? Имеются ли у вас проблемы с пространственным зрением? Бывает ли у вас воспаление глаз? Как часто? Под приемом информации подразумевается восприятие различных сигналов. Учитывается способность ходатайствующего получать сообщения от других людей, воспринимая их на слух и читая написанное. В этом разделе описывается способность воспринимать сообщения, отправленные вам кем-то другим, прежде всего на слух. Например, включая способность читая по губам и читать написанное. Под написанным текстом могут подразумеваться также символы, рисунки, понятийные карты или пиктограммы. Если из-за потери слуха вам постоянно приходится просить повторить сказанное или общению мешает фоновый шум, укажите это здесь. Если у вас нарушение слуха, вспомните, проходили ли вы обследование слуха у врача-специалиста, имеется ли аудиограмма на бумажном носителе и загружены ли аудиологом результаты аудиограммы в информационную систему здравоохранения. Если у вас есть аудиограмма на бумажном носителе, загрузите ее в часть номер 2 документа в виде отдельного файла. Ответьте на утверждение «Могу без трудностей услышать сказанное и прочитать написанное». Если вы ответили «Нет», откроются следующие вопросы по теме. Можете ли вы услышать и или же прочитать по губам другого человека простую информацию? Можете ли вы прочитать информацию, напечатанную крупным шрифтом? Под крупным шрифтом подразумевается обычно текст, напечатанный крупнее, чем в газетах и книгах. Например, размер кегля немереннее 14. Выберите варианты ответов, уточните их в отведенных для этого полях. Уточнить ограничения деятельности помогут следующие вопросы. Вы испытываете ли трудности с восприятием звуков, с развлечением высоты тонов? Есть ли у вас трудности с определением характера звуков, особенно при наличии нескольких источников шума? Например, кто-то разговаривает в комнате, а из открытого окна доносится шум транспорта. Наблюдается ли у вас трудности с поиском источника звука, то есть определением, откуда исходит звук? Снизу, сверху, слева, справа? Вам трудно ли различить речь и определить говорящего, когда несколько человек разговаривают одновременно? У вас бывает ли шум в ушах, головные боли, которые мешают вам получать информацию? Как часто и как давно вас беспокоит это ограничение? Пожалуйста, не повторяйте ограничения, описанные выше, а заполните поле только в том случае, если у вас имеются трудности с передачей и приемом информации, которые вы не смогли указать в предыдущих ответах. В этой части спрашивается, бывают ли у вас обмороки и проблемы с сознанием, например, потеря сознания? Если да, то как часто? Имеются ли у вас трудности с контролем функций кишечника и мочевого пузыря? Если да, то какие? Можете ли вы без затруднений есть и пить? Если для контроля кишечника и мочевого пузыря или для приема пищи и питья пользуетесь вспомогательными средствами или помощью другого человека, то укажите это рядом с соответствующим действием. Помогающими контролировать кишечник и мочевой пузырь вспомогательными средствами могут быть, например, средства для сбора мочи и фекалий, средства для мочеиспускания, средства для защиты и очищения кожи, впитывающие памперсы и прокладки и другое. Вспомогательными средствами для приема пищи и питья могут быть, например, столовые приборы и соломинки для питья, специальные кружки, тарелки, миски специального назначения и другое. Вспомогательными средствами, связанными с уходом за собой, могут быть, например, поручни для сидения унитаза, сидения и стульчики для туалета, сидения и стульчики для души и ванны, держатели для туалетной бумаги, вспомогательные средства при трахеостомии и другие. Поднахождение в сознании подразумевается обычное состояние бодрствования и способность контактировать во время бодрствования. В этом разделе задаются вопросы о возникновении нарушений сознания, причины которых могут быть разными. Эпилепсия, нарушение сознания из-за низкого или высокого уровня сахара в крови, например, диабет. Потеря сознания из-за нарушения сердечного ритма, то есть состояния, когда человек не в состоянии понять происходящее вокруг и тому подобное. Сюда не относятся ухудшение самочувствия, сонливость, нечеткое зрение, вызванное нарушением зрения, головокружение или потребность держать глаза открытыми из-за головных болей, напряжение. Пожалуйста, опишите все эти трудности в соответствующих разделах. Ответьте на утверждение «нахожусь в сознании без трудностей». Если вы ответили «нет», откроется следующий вопрос. Как часто у вас бывают нарушения сознания? Выберите вариант ответа и уточните его в отведенном для этого поле. Уточнить ограничения деятельности помогут следующие вопросы. Как бы вы описали свое состояние до и после потери сознания? Как часто у вас бывают судороги или потери сознания? Существует ли ситуация, предмет или место, которое ассоциируется у вас с потерей сознания? Как долго длятся приступы потери сознания? Получали ли вы повреждения во время потери сознания? Каким образом? Под туалетными процедурами подразумевается способность контролировать функции кишечника и мочевого пузыря, в том числе такие связанные со вспомогательными средствами проблемы, как часто пачкающаяся одежда и необходимость часто менять вспомогательные средства. При ответе учитывайте ограничения, связанные с использованием подгузников или приемников, например, стомные мешки и катетры для мочи, с небольшими протечками, которые контролируются подгузниками или прокладками, не требующими сменами одежды, а также с удержанием содержимого кишечника, например, запора, и мочевого пузыря. В этом разделе описаны трудности, которые могут возникнуть в связи с необходимостью контролировать функции кишечника и мочевого пузыря. Такие ситуации, как когда мочевой пузырь или кишечник не могут удержать содержимое, например, недержание мочи или кала, так и проблемы, вызванные серьезными нарушениями выделения такого содержимого, например, запор и болезненность. Наиболее распространенными состояниями, вызывающими ограничения, при совершении туалетных процедур являются травмы и повреждения спинного мозга, заболевания головного мозга, заболевания кишечника и заболевания мочевыводящих путей. Если вы используете приобретаемые за счет собственных ресурсов вспомогательные средства, например, защитные прокладки для белья, обязательно сообщите об этом здесь, поскольку вспомогательные средства, приобретаемые за счет собственных ресурсов, не отражаются в перечне цифровых рецептов. Пожалуйста, не описывайте здесь проблему, вызванную замедленностью движений, которая не позволяет вам вовремя добраться до туалета. Вы можете описать замедленность движений в части номер 1 передвижения. Ответьте на утверждение «могу без трудностей контролировать функции кишечника и мочевого пузыря». Если вы ответили «нет», откроется следующий вопрос. Имеются ли у вас трудности с контролем функции кишечника или мочевого пузыря? Выберите вариант ответа и уточните его в отведенном для этого поле. Уточнить ограничения данного вида деятельности помогут следующие вопросы. Возникают ли у вас боли или другие затруднения при посещении туалета? Вопрос касается проблем при мочеиспускании и дефекации, а не, к примеру, боли в спине, возникающие при сидении на унитазе. У вас бывают диареи, запор? Если да, то как часто? Как долго длится эта ситуация? Как и чем вы можете облегчить ее? Случается ли подтекание мочи или кала? Какие средства защиты вы используете и как часто приходится их менять? Возникали ли у вас проблемы с окружающими из-за неприятного запаха от протекающих выделений? Используете ли вы средства гигиены или средства защиты, которые приобретаете самостоятельно и которые не указаны в виде рецепта в сведениях о состоянии вашего здоровья? Под едой и питьем подразумевается самостоятельный прием предоставляемой пищи и питья с использованием при необходимости предназначенных для этого вспомогательных средств. Ограничения при еде и питье могут быть вызваны проблемами в области головы и шеи, например, вызванные операциями, изменяющими анатомию лица и шеи. Также тяжелыми заболеваниями органов пищеварения, такие как опухоли, сужение пищевода и т.д. Также травмами головного или спинного мозга или же заболеваниями мышечного аппарата. В этом разделе описывается возможность брать пищу ртом, пережевывать и глотать ее. Если у вас имеется тяжелое заболевание, ограничивающее движение рук, которое мешает донести пищу до рта, это также следует описать в данном разделе. Поскольку прием пищи – это комплексный процесс. Взять пищу, положить ее в рот, прожевать и проглотить. Если вам требуется мягкая или пюрированная пища, опишите, как вы справляетесь с приемом мягкой пищи и почему не можете принимать обычную пищу. Пожалуйста, не описывайте в данном разделе потерю аппетита, диетические потребности и пищевую аллергию, связанную с различными заболеваниями. Вы можете описать эти ограничения под вопросом номер 9, в части «Иные нарушения здоровья». Ответьте на утверждение «Могу есть и пить без трудностей». Если вы ответили «Нет», откроются следующие вопросы темы. Можете ли вы положить себе в рот еду и питье без помощи другого человека? Можете ли вы свободно жевать и глотать пищу? Выберите варианты ответов и уточните их в отведенных для этого полях. Уточнить ограничения помогут следующие вопросы. Нужна ли вам какая-либо помощь, чтобы положить еду в рот? Если да, то какая? Есть ли у вас трудности с помещением пищи в рот, открыванием и закрыванием рта или другими действиями? Имеются ли у вас проблемы только с приемом пищи или также с приемом напитков? Можете ли вы пить из обычного стакана или чашки? Или для питья вам нужны вспомогательные средства, такие как соломинка или что-то еще? Наблюдаются ли у вас серьезные пищевые расстройства, такие как изжога, тошнота или рвота? Возникает ли у вас дискомфорт или боль при жевании и глотании? Вызывает ли прием пищи рвоту? Бывают ли у вас боли в животе? Как часто и как долго они длятся? Как бы вы описали боль в животе? Спазматическая, неотступная, тупая, разлитая, острая и резкая, иррадирующая. Как часто и от каких продуктов вы можете поперхнуться? В отличие от дополнительных вопросов в других разделах, где описываются трудности в определенной области, здесь мы просим отдельной темой описать ограничения, связанные с одеванием, мытьем и уходом за частями тела. При оценке ограничений в самообслуживании также принимается во внимание использование вспомогательных или компенсирующих средств и или же посторонней помощи. Ограничения деятельности по уходу за собой могут быть вызваны повреждениями головного и спинного мозга, заболеваниями суставов, снижением остроты зрения, умственными и психическими расстройствами и т.д. Здесь вы также можете описать ограничения, связанные с кожными заболеваниями, например, воспаления, которые мешают вам заботиться о себе. Описать ограничения помогут вам следующие вопросы. Есть ли у вас трудности с проведением гигиенических процедур, например, со входом в ванну и выходом из нее, входом в душ и выходом из него, с умыванием над раковиной? Если вам нужна помощь в этих действиях, то кто и в чем оказывает вам каждодневную помощь? У вас возникают трудности при мытье различных частей тела. Например, при мытье каких частей тела такие трудности возникают? Например, при чистке зубов, мытье головы, спины, туловище, рук или ног. Мытье какой части тела трудно осуществимо? Сложно ли вам надевать и снимать одежду, рубашку, блузку, свитер, брюки, носки? В чем выражаются трудности? Трудно ли вам расчесываться или ухаживать за волосами? В чем выражаются трудности? Возникают ли проблемы с уходом за ногтями на руках и ногах и их подстриганием? В чем конкретно заключаются трудности? Если вы при уходе за собой пользуетесь помощью другого человека, опишите, пожалуйста, в чем состоит роль помощника. Начиная с темы 5 и далее, опишите имеющиеся у вас нарушения психического здоровья, которые могут ограничивать вашу способность выполнять различные виды деятельности, необходимые в повседневной жизни. Расстройства психического здоровья могут включать расстройства психики, психические заболевания, а также душевные или умственные нарушения. Наиболее распространенными психическими заболеваниями являются расстройства настроения, например, депрессия и биполярные расстройства, психотические расстройства, например, шизофрения, а также тревожные расстройства, включая паническое расстройство, фобии и т.д. Помимо расстройств душевного здоровья, сопутствующие психические расстройства могут быть вызваны рядом неврологических заболеваний, например, заболевания головного и спинного мозга, а также других серьезных заболеваний. Эти заболевания могут вызывать нарушение памяти, поведения, влиять на ориентацию во времени, месте и осознание личности человека на сон, концентрацию внимания, контроль над эмоциями, мысленные процессы, последовательность выполнения сложных движений. При ответе подумайте также о своей мотивации и энергии, перепадах настроения. Частую информацию о способности к деятельности ходатайствующего, имеющего душевные расстройства, могут предоставить специалисты, работающие с ходатайствующим, например, психолог, эрготерапевт, логопед, специальный педагог, социальный работник и т.д. Если кроме врачей вашими ограничениями занимались или занимаются вышеупомянутые специалисты, если есть возможность получить от них оценку вашего состояния, пожалуйста, загрузите эти оценки в части номер 2 «Документы» в виде отдельного файла. В этой части спрашивается, как вы можете приобретать новые навыки и использовать их, планировать и совершать действия. При ответе учитывайте мотивацию и энергию, способность контролировать эмоции, приступы успадка настроения, способность к осознанию времени, места и собственной личности, способность удерживать и сохранять внимание и т.д. Если вы пользуетесь помощью другого человека, то укажите это рядом с соответствующим действием. Сюда относятся трудности при выполнении действий, вызванные умственными и психическими ограничениями. Под обучением действиям подразумевается способность научиться простым и сложным повседневным действиям и способность выполнять их. Простое действие – это действие, состоящее из одного-двух этапов, например, переключения телеканалов с помощью пульта, подметания пола, накрывания на стол. Сложное действие – это действие, состоящее из нескольких последовательных этапов, например, покупка продуктов в магазине и приготовления еды, покупка средств для стирки и использования стиральной машины, пользование банковским автоматом и мобильным телефоном. Примеры обучения простым повседневным действиям от одного до двух этапов, например, такие. Почистить зубы, в частности, нанести на щетку зубную пасту и почистить зубы, помыться с мылом-гелем для душа, достать еду из холодильника, надеть заранее приготовленную одежду, пропылесосить ковер, то есть в данной ситуации это не предполагает предварительного запуска и последующей очистки пылесоса и уборки его на хранение. Примеры обучения сложным действиям в 3-4 этапа, которые требуют необходимость планировать действия, могут быть такие. Использовать плиту, духовку или микроволновую печь для нагрева или приготовления пищи. Оплата счета за коммунальные услуги в интернет-банке или банковском офисе. Запланирование дневного меню, покупка продуктов в магазине и принесение их домой, выбор и одевание одежды, соответствующих погоде и ситуации. Использование компьютера, например, включить его, написать и отправить электронное письмо. В этом разделе, пожалуйста, не описывайте трудности в обучении во время учебы в школе, такие, например, как конкретные трудности в изучении иностранного языка или математики. Однако укажите, пожалуйста, информацию об обучении в специальной или вспомогательной школе, поскольку эта информация поможет врачу и эксперту принять решение о способностях одатайствующего учиться. Ограничения, связанные с обучением, в основном бывают вызваны умственной отсталостью, психическими заболеваниями, психическими расстройствами, такими как депрессия, тревожное расстройство, расстройство адаптации, поведенческое расстройство, зависимости, а также неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и так далее. Ответьте на утверждение. Могу без трудностей научиться простым и сложным повседневным действиям и выполнять их. Выбирая ответ, подумайте вместе о времени, которое требуется на обучение. Если вам нужно потратить несколько недель или месяцев на то, чтобы научиться накрывать на стол или пользоваться банкоматом, это можно считать полным ограничением. Важно понять, способны ли вы понять объяснение, или всегда нужно точно показывать вам, что и как нужно делать. Пожалуйста, подумайте, нужно ли вам повторять то, что вы выучили раньше, помните ли вы то, чему учились и так далее. Если вы ответили «нет», откроются следующие вопросы темы. Можете ли вы научиться простым действиям? Можете ли вы научиться сложным действиям? Выберите варианты ответов и уточните их в отведенных для этого полях. Уточнить ограничения данного вида деятельности помогут следующие вопросы. Помните ли вы, чему научились однажды, и сможете ли вы сделать это самостоятельно в следующий раз? Нужна ли вам чья-то помощь, например, при планировании похода в магазин, если да, то почему? Можете ли вы управлять своими финансами самостоятельно, или вам требуется чья-то помощь? Если вам нужна помощь при пользовании деньгами, например, оплаты счетов и оплаты покупок, опишите, пожалуйста, что именно вам сложно делать. Можете ли вы понять, когда нужно принести продукты из магазина, или убрать комнату? Бывает ли вам трудно заметить, что ваша одежда испачкалась, и сложно пользоваться стиральной машиной? Можете ли вы самостоятельно включать и выключать плиту, чтобы приготовить еду, или использовать микроволновую печь, чтобы разогреть пищу? Если вам нужно обратиться ко врачу, должен ли кто-то напомнить вам дату, время визита и время врача? Под началом и завершением действий подразумевается способность планировать, в логической последовательности выполнять и результативно завершать повседневные действия. В ответе учитывайте, имеются ли у вас трудности с памятью и способностью сосредотачиваться, а также насколько у вас хватает желания, энергии и мотивации для начала и завершения действий. Примеры действий, требующих планирования, это, например, вставать утром, умыться, одеться, планировать питание и приготовление пищи, уходить на работу и возвращаться с работы, замещать необходимость выполнять простые работы по дому и выполнять их, например, уборка комнат, стирка белья и другое, а также держать в порядке свои финансовые дела. Ответьте на утверждение. Могу без трудности справляться с повседневными действиями. Если вы ответили нет, откроется следующий вопрос темы. Можете ли вы сами замечать необходимость выполнять повседневные действия, планировать, начинать и завершать их? Выберите вариант ответа и уточните его в отведенном для этого поле. Уточнить ограничения деятельности помогут следующие вопросы. Нужна ли вам помощь ежедневно и постоянно или в определенные периоды при выполнении определенных действий? Должен ли посторонний человек напоминать вам, что вам пора помыться? Нужно одеться потеплее, поскольку на улице холодно, вовремя принять лекарства и так далее. Хватает ли у вас желания заниматься повседневными делами? Как часто вы чувствуете, что не хотите ничего делать и не желаете ни с кем общаться? Трудно ли вам сконцентрироваться на одном занятии или же внимание с легкостью переключается на что-то другое, и поэтому начатое дело невозможно завершить? Можете ли вы самостоятельно заботиться о своих детях и родителях? Если нет, то какая помощь вам нужна и как часто? Пожалуйста, не повторяйте ограничения, описанное выше, а заполните поле только в том случае, если у вас имеются трудности с обучением, и выполнением действий, которые вы не смогли указать в предыдущих ответах. В этой части спрашивается, можете ли вы без эмоционального напряжения и чрезмерной тревожности передвигаться за пределами дома? Умеете ли вы оценивать опасные ситуации повседневной жизни и адаптироваться к изменениям? Если вы пользуетесь помощью другого человека, то укажите это рядом с соответствующим действием. Здесь описываются трудности выполнения действий, вызванные умственными и психическими ограничениями. Ограничения в этой области могут быть вызваны различными нарушениям психического развития, а также состояниями, подавляющими способность к концентрации внимания, неврологическими заболеваниями, повреждениями головного мозга, применением лекарств с определенными побочными эффектами и т.д. Внимание и способность к сосредоточению также могут быть значительно ослаблены, например, из-за тяжелой депрессии и заболеваний, связанных с психозом, а также расстройств памяти. Трудности могут быть связаны с пониманием времени и места, памятью или ложными представлениями, нарушением умения ориентироваться, определять направления и нарушениями восприятия времени. Отвечая на вопросы, приведенные в этой части, подумайте также, есть или были ли у вас стойкое чувство печали или безнадежности, ухудшение настроения, потеря жизнерадостности и энергичности, быстрая утомляемость, подавленное состояние или настроение, которое сохраняется большую часть дня, истощение или недостаток энергии, бессонница и проблемы с засыпанием или частые пробуждения, или дневная сонливость, отсутствие сосредоточенности или способности принимать решения, постоянное беспокойство, страх или паника, постоянное эмоциональное напряжение. Под эмоциональным и психическим напряжением, связанным с передвижением за пределами дома, подразумевается ощущение тревоги, дискомфорта или страха при передвижении вне дома. Трудности могут быть связаны также с пониманием времени и места, памятью или ложными представлениями. Ответьте на утверждение. Могу без эмоционального или психического напряжения передвигаться за пределами дома? Если вы ответили нет, откроются вопросы по ключевой теме. Можете ли вы без эмоционального или психического напряжения и ощущения тревоги пойти в знакомые вам места? И уточнить ограничения данного вида деятельности помогут вам следующие вопросы. Боитесь ли вы заблудиться или просто впадаете в замешательство, когда вам приходится выходить из дома? Если да, то как часто это происходит? Как бы вы описали свой страх? Выход из дома вызывает ли у вас беспокойство или приступ паники? Как это проявляется и как долго длится? Когда вы испытываете раздражение, можете ли вы успокоиться самостоятельно и в одиночестве, или вам нужна для этого чья-то помощь? Улучшается ли ситуация, если кто-то идет вместе с вами? Как это помогает? Боитесь ли вы находиться в одном помещении с незнакомыми людьми? Случались ли ситуации, когда вы забывали, как попасть в какое-то место, где вы уже неоднократно бывали раньше? Бывали ли случаи, когда вы не могли найти дорогу домой и не знали, каким общественным транспортом нужно воспользоваться, или, выйдя из транспортного средства, не сразу могли понять, где находится ваш дом? Под восприятием опасности подразумевается понимание того, какие повседневные действия могут быть опасны для вашего здоровья или здоровья окружающих, из чего следует поведение, исключающее возникновение опасных ситуаций. Выберите вариант ответа на утверждение. Могу безопасно справляться с повседневными действиями и понимаю опасности, обусловленные дорожным движением. В этом разделе спрашивается о вашей способности понимать опасности, могущие возникнуть в ходе повседневной деятельности. Например, понимать опасности, связанные с использованием в хозяйстве бытовых электроприборов, кипячением воды, использованием острых инструментов для садовых или ремонтных работ и т.д. На способность осознавать опасность могут влиять различные психические расстройства, неврологические заболевания, повреждения головного мозга, использование лекарств с определенными побочными эффектами. Внимание и способность к сосредоточению также могут быть значительно ослаблены, например, из-за тяжелой депрессии, а также расстройств памяти. При описании проблем с памятью важно указать, есть ли у вас проблема с так называемой кратковременной или долговременной памятью. Пожалуйста, не описывайте здесь опасности, связанные с мелкими происшествиями, случившимися по невнимательности. Не рассказывайте, например, о пальце, порезанном при измельчении овощей. Если вам для исполнения повседневных дел нужен постоянный контроль со стороны другого человека, это означает полное ограничение данного вида деятельности. Пожалуйста, подумайте о своей способности передвигаться по городу или населенным пунктам, на природе, например, в лесу, на болоте и так далее, о способности самостоятельно пользоваться бытовой электронной техникой или инструментами. Если вы ответили нет, откроется дополнительный вопрос по ключевой теме. Нуждаете ли вы для исключения опасности в ком-то рядом с собой? Выберите вариант ответа и уточните его в отведенном для этого поле. Описать ограничения помогут следующие вопросы. Можете ли вы при необходимости вспомнить, как обращаться с бытовыми электроприборами, или вам при каждом использовании приходится обращаться кому-то за помощью или перечитывать инструкцию? Ощущаете ли вы опасность, которую могут представлять предметы или ситуации, например, при работе с острым ножом, открытым огнем, горячей водой и так далее? Забывали ли вы когда-нибудь при приготовлении пищи кастрюлю или сковороду на включенной плите? Как часто вы понимаете, что ваше внимание отвлеклось от предыдущего занятия, и можете ли вы сказать, что именно вас отвлекло? Можете ли вы понять, что пища испорчена, и отказаться от нее? Понимаете ли вы, что передвигаясь за пределами дома, нужно следить за автомобилями, общественным транспортом, светофорами, велосипедами и так далее? Трудно ли вам держать все это в зоне внимания? Что именно? Чувствуете ли вы панику, беспокойство или страх перед использованием какой-либо бытовой техники, например, пылесоса, кофеварки, фена и так далее? Под адаптацией к изменениям подразумевается приспособление к неожиданным ситуациям, которые нарушают повседневную рутину. Ответьте на утверждение «могу без трудностей справляться с изменениями в повседневной жизни». В этом разделе спрашивается, как ходатайствующий может справляться с изменениями, которые происходят в повседневной жизни. Рассматриваемые в данном разделе ограничения могут быть вызваны повреждения мозга, неспособностью к обучению, различными расстройствами аутистического спектра, тревожными расстройствами, психозами и так далее. При уточнении ответа важно описать тяжесть и чистоту ограничения. Отвечая на вопрос, подумайте, чувствуете ли вы, что находитесь в стрессовой ситуации, и опишите, какие реакции может вызвать у вас это изменение. Если вы ответили «нет», откроется дополнительный вопрос по ключевой теме. Справляетесь ли вы с изменениями в своей повседневной жизни? Выберите вариант ответа и напишите уточнение в отведенном для этого поле. Уточнить ограничения помогут следующие вопросы. Чувствуете ли вы, что по какой-то причине постоянно напряжены? В чем может состоять основная причина? Если, например, запланированная встреча переносится на более позднее время, вызовет ли это у вас беспокойство, гнев или какое-то другое чувство? Можете ли вы преодолеть тревогу самостоятельно, или вам нужна чья-то помощь? Вызывает ли большинство изменений у вас озабоченность? Можете ли вы из-за изменений испытывать нарушение сна или другие признаки беспокойства? Как вы реагируете, если, например, друг или опорное лицо приедут раньше или позже, чем запланировалось? Если ваш приезд или автобус не прибывают вовремя, какие чувства вы испытываете? Как вы отреагируете, если утром внезапно поменяют рабочее задание? Возникнет ли беспокойство, паника или нехватка воздуха? Эта ситуация заставит вас заплакать или рассердиться. Как быстро пройдут эти чувства? Пожалуйста, не повторяйте ограничения, описанные выше. Заполните поле только в том случае, если у вас имеются трудности, связанные с адаптацией, к изменениям и восприятиям опасности, которые вы не смогли указать в предыдущих ответах. В этой части спрашиваются, имеются ли у вас трудности при общении со знакомыми или посторонними людьми, и как вы справляетесь в ситуациях, требующих общения. Если вы пользуетесь помощью другого человека, то укажите это рядом с соответствующим действием. Под межличностным общением подразумевается готовность встречаться с людьми, общаться со знакомыми и посторонними. Ответьте на утверждение «я справляюсь с общением, не испытывая при этом излишней тревожности и страха». В этом разделе речь пойдет о вашей способности общаться с другими людьми лицом к лицу, по телефону, по скайпу и т.д. Наиболее распространенными состояниями и заболеваниями, вызывающими затруднения при общении, являются расстройства аутистического спектра, психические расстройства, психические заболевания и различные повреждения мозга. Тревога и страх, вызывающие ограничения в общении, могут быть сильнее обычных реакций, а также могут вызывать заметные физические реакции, например, чрезмерное потоотделение. Выбирая ответ, подумайте, как вы можете справиться, например, с пользованием общественным транспортом при обращении в банк, почтовое отделение или другие официальные учреждения, с работой в команде, посещением магазина, общением с соседями и взаимодействием с членами семьи. Если вы ответили «нет», откроются вопросы по ключевой теме. Выберите ответ, уточните их в отведенных для этого полях. Описать ограничения помогут вам следующие вопросы. Вызывает ли у вас общение с людьми сильное беспокойство или страх? Вызывает ли у вас стресс общение с членами семьи? Почему? Как вы с этим справляетесь? Как бы вы описали ситуацию, при которой возникает страх? Как скоро проходит это состояние? Беспокоит ли вас, что о вас могут подумать другие? Чувствуете ли вы иногда, что не можете выразить себя и другие вас не понимают? Как это чувство отражается на вашем поведении? Например, хотите ли вы прекратить разговор, сердитесь, огорчаетесь, смущаетесь и так далее? Приводит ли неспособность к общению к тому, что вы избегаете общения с людьми? Или в определенных условиях и местах возникает тревожность или паника? Как часто такие чувства, например, нежелание общаться, тревожность или паника, мешают вам общаться и встречаться с другими людьми? Под уместным поведением подразумевается поведение, которое соответствует ситуации и при котором контролируете эмоции. То, как вы выражаете свои чувства, мешает ли окружающим ваше поведение? Ответьте на утверждение. Могу контролировать свои эмоции и поведение. В этом разделе задаются вопросы о вашей неконтролируемой агрессии или эпизодах проявления гнева в повседневной ситуации, когда ваше социальное общение не соответствует общепринятым нормам. Под нормами подразумевается понимание ситуации и соответствующее поведение, понимание того, что уместно, а что нет. Окружающих может беспокоить ваше агрессивное или необычное поведение. Здесь также спрашивается, может ли вас раздражать обычное поведение окружающих и как часто это происходит. Под обычным поведением подразумеваются общепризнанные нормы поведения, когда люди общаются друг с другом спокойно, вежливо, не повышая голоса, не используя вульгарные жаргоны и так далее. В разделе об уместном поведении могут быть упомянуты попытки самоубийства и непроизвольные движения, которые могут быть вызваны какой-либо напряженной ситуацией, например, человек раскачивается, плюется, разговаривает сам с собой и так далее. Если вы ответили нет, откроется дополнительный вопрос по ключевую теме. Как часто вы теряете контроль над своими эмоциями и поведением? Выберите вариант ответа и напишите уточнение в отведенном для этого поле. Уточнить ограничения деятельности помогут вам следующие вопросы. Может ли общение с домашними вызвать у вас гнев? В каких ситуациях? Как вы справляетесь с такими ситуациями? Например, вызывает ли у вас сильное раздражение или агрессию замечания, сделанные вам кем-то на улице? Часто ли то, что говорят другие, воспринимается вами как агрессия и вызывает раздражение, крик или плач? Можете ли вы испытывать раздражение без достаточной причины? Можете ли вы плакать и смеяться без видимой причины? Считаете ли вы, что разрешить ситуацию можно только применив словесное или физическое насилие, как часто? Пожалуйста, не повторяйте ограничения, описанные выше, а заполните поле только в том случае, если у вас имеются трудности, связанные с общением, которые вы не могли указать в предыдущих ответах. Выберите вариант ответа на утверждение. Возникают ли у вас при выполнении действий трудности, вызванные употреблением алкоголя или других веществ, вызывающих зависимость? Наблюдаются ли у вас побочные эффекты, вызванные употреблением лекарств, например, рвота, тошнота, головокружение и прочее? При выборе ответа «да» откроются поля для уточнений. При уточнении, пожалуйста, опишите трудности выполнения действий, обусловленные употреблением вызывающих привыкание веществ, таких как алкоголь и наркотики, или побочные эффекты принимаемых лекарств. Если принимаете лекарства, которые вызывают дискомфорт и по каким-либо образом беспокоят вас, опишите их как можно точнее. Необходимость постоянного приема лекарств от хронических заболеваний, например, инъекции инсулина, не считается затруднением выполнения действий. Как правило, здесь не рассматриваются затруднения, возникающие, когда вы забываете принять лекарства, и в результате, например, повышается артериальное давление. Пожалуйста, не повторяйте под этими вопросами ответы, уже данные в других частях. Выберите вариант ответа на вопрос. Есть ли у вас трудности при выполнении действий, которые вы не смогли описать в заданных выше вопросах? При выборе ответа «Да» откроется поле для уточнений. В этой части опишите только те трудности, которые вызваны вашим состоянием здоровья и которые вы не смогли описать под заданными выше вопросами. Не нужно указывать здесь диагнозы своих заболеваний или прописанное лекарство, так как информация об этом уже имеется благодаря информационной системе здравоохранения. Под этим вопросом можно написать, например, нарушение сна. Ограничения, вызванные нарушениями сна, могут включать дневную гиперсонливость, провалы в сон, сильные позывы ко сну в неподходящее для этого время и в неподходящем месте, дневную усталость, подавленность, упадок сил, внутреннюю или ночную головную боль, апатию, упадок настроения, эмоциональную лоббильность, смену настроения и раздражительность, проблемы с вниманием, концентрацией и памятью. Здесь вы также можете описать свои головные боли, чистоту их возникновения и характер. Если вы ходатайствуете также о получении пособия на трудоспособность, отобразится раздел «Условия активности». В этом разделе вам нужно указать условия активности, которому вы соответствуете. Человеку с частичной трудоспособностью пособие на трудоспособность выплачивается только тогда, когда он соответствует по крайней мере одному из следующих условий. Работает. Среди прочего, работающим считается предприниматель, являющийся физическим лицом, также член органа управления или контроля юридического лица, владелец предпринимательского счета. Ищет работу, то есть зарегистрирован в качестве безработного. Учится, то есть получает основное, среднее, профессиональное или высшее образование. Воспитывает, по крайней мере, одного ребенка в возрасте до трех лет. Опекает нуждающегося в помощи члена семьи с тяжелым или глубоким недостатком здоровья, или человека с недостатком здоровья. Получает пособие, назначенное Творческим союзом. Помещен без своего согласия в попечительское учреждение для получения круглосуточной специализированной попечительской услуги. Находится на амбулаторном или стационарном лечении, в том числе лечении от зависимости, или подвергается предусмотренному законам, замещающему наказание или применению меры воздействия. Проходит срочную, альтернативную или резервную службу в армии. Если ваша трудоспособность оценивается как частичная, но вы не отвечаете ни одному из вышеперечисленных условий активности, обратитесь в кассу по безработице, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного. В случае полной нетрудоспособности условия активности для получения пособия на трудоспособность выполнять не требуется. Некоторые условия отмечены автоматически на основании данных, полученных из регистра, например, трудовая деятельность, регистрация в качестве безработного или воспитание ребенка в возрасте до 3 лет. Чтобы посмотреть подробные данные регистра, на основании которых сделана данная отметка, нажмите кнопку «Ознакомиться с данными регистра», на основании которых был сделан выбор. При необходимости или желании вы можете удалить галочку, установленную автоматически. Если условия не были автоматически помечены на основании данных регистра, вы можете сделать это самостоятельно. При необходимости добавьте к условию дополнительные сведения. В последнем пункте можете просмотреть заполненные ходатайства. Раздел можете открыть, нажав на название раздела или же на стрелку. Таким же образом можете и закрыть при просмотре раздела. Если желаете что-либо дополнить или изменить, нажмите кнопку «Изменить» под названием соответствующего раздела. Вас приведут к следующему пункту. Если вы не желаете делать изменения там, то можете снова выбрать в меню слева последний пункт «Предпросмотр ходатайства». Если вы просмотрели ходатайство и желаете его предоставить, прочитайте и отметьте все согласия. Без вашего согласия у кассы по безработице нет права и возможности рассмотреть ваше ходатайство. Оценку трудоспособности можно провести только на основании данных о здоровье. Просим отметить пункты согласия о данных о здоровье. Без согласия у кассы по безработице нет права использовать ваши данные о здоровье в информационной системе здравоохранения. И для принятия ходатайства к рассмотрению вы должны были бы предоставить его в другой форме, например, в уездном отделении или же на бумаге. В ходе чего также уточняются у вас возможности получения необходимых данных о здоровье. Когда все согласия отмечены, нажмите «Подать». На этом ходатайство об оценке трудоспособности предоставлено.